Эта проблема еще более усложнена, то есть панель будет, скажем так, потеть простым языком. На нем образуется конденсат, и все это начнет стекать по двери. Если ее заполнить пеной, то будет складываться впечатление, как будто это металл, это все мощь. И заказчик может посчитать, что у него хорошая дверь. Так, значит, у нас было, у нас было, у нас было, у нас было мороз, солнце, дождь, снег, ветер и пиздец. То, что их набивают пеной и пенопластом, это не из-за того, что их набивают, чтобы она имела меньше теплопроводности. Это для того, чтобы она хотя бы не продавливалась пальцем, по-моему, по всем параметрам, как бы все. Транодирования там не будет, я же его переиграл, то есть, ну, ну, а ты переживал, видишь? Вітаю, дорогие украинцы. Мы находимся на производстве зломостяких дверей и сейфов компании «Монолит». И сегодня у нас на огляді двери для приватного домика. Это термодвери, которые спроектованы и выготовлены таким образом, чтобы сохранить тепло, и тем самым заощадить деньги. С сегодняшним видео мы поговорим о улицах дверях. Это двери, которые напрямую взаимодействуют с такими агрессивными условиями, как мороз, палящее солнце, сильный ветер. Дождь, снег. Вся эта агрессивная среда не позволяет взять квартирную дверь и поставить ее на улицу. Ну, вернее, поставить ее на улицу можно, только эта дверь не прослужит долго, она не будет сохранять тепло, она не будет герметичной. И через короткое время придется возвращаться к замене квартирной двери, если она будет стоять на улице. Предлагаю в данном видео разобраться по пунктам с каждым изменением, которые были внесены в нашу конструкцию двери. Мы будем говорить на примере двери Монолит Термо. Это дверь четвертого класса защиты от взлома и которая отвечает всем тем требованиям, которые должна отвечать хорошая уличная дверь. Начнем, наверное, с самого видимого. Это то, что заказчик столкнется сразу, если он возьмет квартирную дверь и поставит ее на улицу. Это отделка двери. Для того, чтобы отделка двери не потеряла внешний вид, должна быть применена либо уличная пленка, либо покраска. В данном случае это уличная пленка Винорит, израильская пленка, которая как раз рассчитана на ее применение для таких условий, как мороз, снег, палящее солнце. И я попытаюсь объяснить, почему она отвечает всем этим требованиям. Если взять пленку для дверей квартирную и, скажем так, простым языком ее нагреть, то есть так, как она нагреется на солнце, то квартирная пленка имеет большой коэффициент сжатия. То есть при нагревании она очень сильно сжимается. Если на двери будут какие-то фрезеровки, рисунки, то первое, что произойдет, это в первое лето произойдет. Даже не просто в лето, это произойдет даже за один месяц лета. В те места, где будет сильно греть солнце, те места первым делом они повылазят из фрез. То есть пленка, она впоследствии под конец лета станет просто ровной, никакого рисунка не останется. Но самое интересное начнется зимой. Зимой все эти места повреждения, то есть где пленка вылезла из фрез, все эти места при низких температурах, пленка станет дубовой. И оно все просто раскрошится, как образное стекло. То есть оно начнет трескаться, даже от ветра, либо от легкого прикосновения. Вся эта пленка повышелушивается, и внешний вид будет полностью потерян. У пленки венорит коэффициент сужения, он намного ниже. Его практически нет, и при нагревании она не так подвержена стягиванию. Но мы рекомендуем нашим заказчикам применять форму фрезеровки, либо минимальную, либо как в данном случае ее нет. Вот в таком исполнении дверь никогда не потеряет внешний вид. И дверь будет сохранять свой первозданный вид на протяжении многих лет. Далее идет проблема, это дождь, снег, то есть это влажность. В уличной двери, как в данном случае в Monolith Thermo, применена специальный МДФ, это влагостойкий МДФ. Тот, который имеет, скажем так, самый низкий коэффициент. В данном случае уже назовем это разбухание. То есть если взять обычный квартирный МДФ, и на него попадет вода, то он просто разбухнет. Вот, допустим, внизу двери, мы можем заметить, там где применен квартирный МДФ, то низ двери, он вздувается. У наших моделей дверей Monolith Thermo применен специальный влагостойкий МДФ, у которого этой проблемы нет. Теперь мы подходим к следующей проблеме уличных дверей. Это промерзание. Вот тут, на самом деле, вот этот вопрос, он самый обширный. Самый обширный, если мы, допустим, возьмем квартирную дверь, поставим ее на улицу. На улице у нас там 20 градусов мороза, внутри помещения 30 градусов тепла. Разница в 50 градусов, это огромная разница между холодом и теплом. И в любом случае, будет холод и тепло, они найдут как точку росы, которая может оказаться внутри двери, она может оказаться внутри металлоконструкции двери, она может точкой росы себя найти на внутренней панели. То есть панель будет, скажем так, потеть простым языком. И если при этом, при всем еще не будет и герметичности у двери, там, где холодный воздух будет заходить, еще и будет намерзание. Вот это очень частая проблема у дверей, которые не предназначены для уличных условий. В конструкциях взломостойких дверей проблема промерзания, она на самом деле стоит еще более жестко. Почему? Конструкция взломостойкая, это конструкция с большой металлоемкостью. То есть у нас есть внешний лист металла, у нас есть внутренний лист металла. И что самое печальное для уличных дверей, у нас есть огромное количество ребер жесткости. Это два вертикальных и семь горизонтальных. Вся эта концентрация металла, а особенно вот эти ребер жесткости, это прямые мосты холода. Образно, если бы, если снять внешнюю отделку, снять внутреннюю отделку и поставить просто металлоконструкцию, с одной стороны у нас мороз, с другой холод, то вот этот весь холод, он будет прямиком попадать на металл. Металл имеет самую высокую теплопроводность. То есть как только охладится внешний лист, по мостам холода, по ребрам, все это пройдет на внутренний лист. И внутренний лист такой же станет, грубо говоря, холодной батареей у вас в квартире. Это гарантированно на нем образуется конденсат, и все это начнет стекать по двери. Поэтому просто поставить дверь взломостойкую в металле для уличных условий невозможно. Если мы возьмем дверь не взломостойкую, образно там однолистовую, либо двухлистовую, у которых нет ребер жесткости, у которой все тонюсенькие листочки, она набита минватой, у нее эта проблема будет менее выражена. Но у нее остается проблема, если эта дверь не продумана как уличная дверь, у нее все равно эта вся проблема будет выражаться на раме, на торцах двери. И все эти мосты холода, они все равно будут проводить холод по периметру рамы, между полотном двери и рамой. Весь этот холод будет застаиваться, то есть охлаждаться между рамой и полотном и смешиваясь с теплым воздухом в квартире. Это все равно будет конденсировать, и по периметру двери все равно будет образовываться конденсат, который опять же будет стекать. Это все неприемлемо для качественной двери. В наших дверях идут специальные терморазрывы как на раме, так и на полотне. Внешняя панель МДФ. Внутри ее идет полностью выборка, то есть внутри панели идет полностью паз, в который вложен сразу 6 мм теплоизолятора. Теплоизолятора, 6 мм такого теплоизолятора заменяют 30 мм, если его сравнить с таким распространенным материалом, как пенопласт. Многие люди считают, что забить дверь пенопластом либо какой-то, я условно назову, какой-то швейцарской минватой, то при этом дверь будет иметь, вообще она будет супертеплая. Такого не может быть. Только минвата, либо только пенопласт, либо только пена. Некоторые считают, что если задуть дверь пеной, то это решит полностью проблему теплопроводности. Повторяю, если дверь вообще не имеет металлоемкости, то ее хоть ватой набей. То, что их набивают пеной и пенопластом, это не из-за того их набивают, чтобы она имела меньшую теплопроводность. Это для того, чтобы она хотя бы не продавливалась пальцем. Допустим, если тонколистовую дверь наполнить минватой, то, скажем так, просто нажав на нее, на металл, она будет в себя играть. Если ее заполнить пеной, то будет складываться впечатление, как будто это металл, это все мощь, и заказчик может посчитать, что у него хорошая дверь. Также, если заполнять такими материалами, как пенопласт, пена, то они еще и повышают жесткость двери. То есть, если дверь имеет слабую жесткость, она с тонкого металла, либо она однолистовая, то у нее жесткости абсолютно нет. Если ее наполнить минватой, то она эту жесткость не приобретет. Если ее приклеить пенопласт, либо задуть пеной, то у нее появится жесткость, которая впоследствии все равно потеряется, потому что холод, жара, вот это все, оно его разрушит, все равно дверь в процессе, она все равно потеряет твою жесткость. Мы, в свою очередь, пошли другим путем. Мы сразу же отсекаем максимальный холод на попадании на металл. Как я уже сказал, панель, за ней идет сразу же 6 миллиметров по всей площади двери теплоизолятор. Это уже мост холода, который сразу же отсекает большую часть холода, он остается до попадания на металлоконструкцию. Далее идет металлоконструкция, которая, естественно, наполнена минватой, и от того, чтобы она наполнена была пенопластом, либо пеной, это бы никак не повлияло. Она наполнена качественной минватой, которая выполняет свою функцию. За металлоконструкцию, уже с внутренней стороны, за внутренним листом, идет также теплоизолятор автомобильный. Идет 10 миллиметров уже теплоизолятор. Он уже вот эти остатки холода, которые могли дойти до внутреннего, за внутренним листом. Он их окончательно снимает, и уже на внутреннюю панель, которая 16-миллиметровая внутренняя панель, уже холод не доходит. Внутренняя панель уже поддерживает комнатную температуру и никак не взаимодействует с внешней средой. Поэтому в наших дверях вот такая толщина, она обусловлена вот этими терморазрывами по полотну. То же касается и рамы. Внешняя несущая часть рамы, силовая, 5-миллиметровая, она отсечена мостом холода от внутренней, который образует второй контур уплотнения. Тем самым по раме также холод теряется. Вот на вот этом терморазрыве из материала, который имеет минимальную теплопроводность, она также теряется. Кроме этого, у нас идет очень толстый наличник на уличных дверях, который тоже работает как теплоизолятор. 26-26 миллиметров МДФ плиты, он также положительно влияет на теплопроводность. Мы разобрались с основной проблемой, это проблема промерзания двери. Я вам рассказал на примере, как мы решаем проблему промерзания как полотна двери, так и рамы двери. Теперь остаются проблемы, такие как вот сильный ветер. На самом деле промерзание и герметичность, это абсолютно два параллельных параметра. Без герметичности нельзя добиться непромерзания. Если у нас здесь полотно двери абсолютно не будет пропускать холод, и при этом у нас будут какие-то щели, которые будут проходить холодный воздух, то это гарантированно, опять же, конденсат, а если этот очаг проникновения холодного воздуха более обширный, то это будет полностью намерзание и не. В нашем случае это решается двойным уплотнителем на первом контуре уплотнения, который полностью создает 100% герметичность. И второй контур уплотнения у нас уже решает совершенно другую проблему. Это проблема, когда так или иначе торец двери, он становится прохладным, рама двери, она в любом случае прохладная, и вот это они друг друга как бы холодят, и если бы у нас не было второго контура уплотнения, который полностью отсекает смешивание его с теплым, ну, внутри помещения воздухом, если бы мы не отсекли вот этот холодный, прохладный и теплый воздух, то у нас также бы образовывался слабый конденсат, который также, ну, неприемлем для качественной уличной двери. Поэтому у нас два контура уплотнения обязательным условием идут на уличных дверях, и при этом идет это все через терморазрывы. Что касается замков уличных и квартирных дверей, они тоже не всегда взаимозаменяемы. Здесь подобраны замки, которые максимально рассчитаны на, опять же, вот эту точку росы, которая может образоваться. То, что мы ее избежали на полотне, у нас ее на полотне не может образоваться, но все равно в корпусах замков может образоваться эта точка росы. Поэтому замки применены с наибольшим качеством гальваники. Здесь корпуса замков, которые гарантированно не поржавеют, не окислятся и не потеряют свою работоспособность. Теперь, что касается конструкции, металлоконструкции, какая применена металлоконструкция в модели Monolith Thermo. В данной конструкции применена конструкция Monolith Standard. Видео этой конструкции вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале. Это конструкция четвертого класса защиты от взлома. Это конструкция, которая себя зарекомендовала за долгие годы как максимально надежная и защитная конструкция. Конструкция состоит из двух листов металла, плотной сетки из рюбер жесткости, два вертикальных, семь горизонтальных, четырех антисрезов с петлевой стороны, которые также интегрированы в сетку из рюбер жесткости. Замковая зона полностью защищена под листами дополнительно четырехмиллиметровыми слоями металла. То есть замки у нас оказываются обтянуты шестью миллиметровыми металла и поджаты первым вертикальным ребром. Притворные части составляют также шесть миллиметров металла. То есть это те толщины, которые уже не под силой для того, чтобы их отогнуть, разорвать, разбить. То есть все эти толщины уже не позволяют это сделать. Замки защищены шестью миллиметровыми металла один замок и двумя миллиметровыми металлами второй замок. Также сохранена система тяг дополнительных точек запирания вверх и вниз, которые обязательно должны быть на взломостойкой двери. Когда мы закрываем в данном случае верхний замок, мы дополнительно выводим вверх и вниз две точки запирания и перекрываем ключевое отверстие нижнего замка. Внутри верхний замок, в данном случае верхний замок цилиндровый, оборудован барашком, вертушком. То есть можно его закрывать изнутри на вертушок. И нижний это сувальдный замок, который работает и с внешней, и с внутренней стороны от ключа. Петли применены наши фирменные. Петли монолит. Это петли, в которых подшипник рассчитан на тонну 150. Петли из специальной износостойкой стали с направляющими 16-миллиметрового диаметра, которые рассчитаны на нагрузку до 600 килограмм. Мы на такие петли двери вешаем. Крепление двери, так же как и в монолит стандарт, производится на 12 монтажных ушей, которые в зависимости от материала стены имеют разную длину. Крепление производится всегда на сварку. Если проем слабый, это такой как пеноблок, газоблок, возможно кирпич, горшок, назовем его так, пустотелый кирпич, то обязательным условием для таких дверей, для взломостойких является обратная рама, контррама. То есть с внешней стороны устанавливается основная силовая рама и через уши стягивается проем. Снутри также ставится уже меньшего потенциала рама, которые свариваются по месту и все это уже заштукатуривается. Что касается опять же нюансов по креплению по термодверям, это монтажные уши, это фактически тоже мосты холода. Поэтому в термодверях, в отличие от квартирных дверей, штукатурка ушей производится с дистанции более чем в 2 сантиметра. То есть есть возможность двумя сантиметрами материала штукатурки также эти уши отделить от внешней среды, от внутреннего теплого воздуха, который находится в помещении. И такой, скажем так, главный вопрос, может ли одна вот такая дверь заменить две двери, которые как принято ставить в частных домах. Это первая идет дверь, за ней вторая дверь. Либо идет первая дверь, потом холодный тамбур, который никогда не будет там такой комнатной температуры, он всегда будет холодный. И за ним уже межкомнатные двери выполняют функцию, которую не выполняет первая дверь. Модель двери Monolith Thermo – это дверь, которая готова заменить две двери, которые могут быть, как принято, ставить две двери в спарке. Либо дверь и холодный тамбур. Данная конструкция двери спроектирована, изготовлена именно с расчетом на то, что она сама будет справляться со всеми этими неблагоприятными климатическими условиями. Если вам будут нужны такие, назовем их, теплые двери, уличные двери, обращайтесь, с удовольствием вам их изготовим. Мы находимся в городе Киеве, улица Вискозная, 3Б. Приезжайте, с радостью вам поможем. Всего доброго, до свидания.